Вместо самолетов – автомобили. Бобруйский аэродром сегодня выступает не в качестве показа военной, а народной мощи. Люди в погонах подхватили популярный мейнстрим. Автопробегом продемонстрировали единство поколений. За рулем и в салоне авто – офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. Почему приняли решение сегодня поучаствовать в автопробеге? Почему это очень важно? Потому что это очень важно для нас, для нашей страны. Мы хотим поддержать нашего президента, потому что мы за стабильность и за процветающую Беларусь. Как думаешь, почему сегодня собралось так много людей? Потому что мы за нашу страну, мы патриоты, хотим лучшего для нас, для нашей страны. Все по местам. 14.30. Колонна начинает движение. Белорусский парень, и ты знаешь, я так горжусь этим. Ведь эта земля, эта страна для меня лучшая на планете. Не думай о том, как было. Давай-ка посмотрим с другой стороны. Голову вверх не опускать, ведь наша страна – это мы. Да, это наш хоккей-биатлон. Даша, кричали мы дружно. Я лично с трибуны, голос сорвав, скандирую Леша Калюшный. В колонне полсотни машин, участников в три раза больше. Патриоты не только высказывают свою гражданскую позицию, но и таким образом празднуют день части. Накануне 83-й инженерный аэродромный полк отметил 81-ю годовщину. Колонна прибывает в Красный берег, за спиной больше 40 километров. Детская хатынь – так называют это место. В годы Великой Отечественной здесь находился концлагерь. Малыши были донорами крови для солдат Рейха. Цветы от военнослужащих. Дань памяти. В эти минуты плачет даже небо. Дождь, пронизывающий ветер почти 100 километров пути. Не помеха. Военные в очередной раз продемонстрировали. Армия и народ едины. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеон, Кабабруйск, 360.